У нас на связи певец, который взорвал хит-парады практически всего русскоязычного пространства. В России даже в iTunes на первом месте вышел. Ему просят большое будущее. Про это будущее и про настоящее мы поговорим. Зовут его Никита Алексеев. Ему всего 22 года. И он поет песню, которая называется «Пьяное солнце». У нас на связи. Доброе утро, Никита. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение, Никита? Прекрасно. Как ваше? О, спасибо. У нас тоже хорошо. Сегодня тот самый день, когда мы можем сказать, что пользуемся служебным положением. Я обожаю вашу песню. Могу слушать ее просто на повторе, на репите бесконечно. Спасибо. Это очень приятно. Спасибо большое за такие хорошие слова. Скажите, Никита, когда вы записывали эту песню, она уже была на стадии, что называется, постпродакшена. И когда вы эту песню, сдается, мне прослушали уже где-то 100 500 раз к тому моменту, как и полагается, когда готовишь ее. Вот в тот момент, еще когда ее никто из зрителей, слушателей не знал, не слышал, не ведал, вам уже было понятно, что это будет бомба? Или все-таки вы человек скромный, никто не узнает? Да, на самом деле мы не прогнозировали такого результата. Это вот такой холодный душ для нас. Мы всегда очень тщательно готовимся к нашим песням. Но мы, честно говоря, это уже даже вошло в тенденцию, мы не ожидаем такого успеха. И на самом деле никто не думал, что будет вот так она найдет свой отклик в сердцах слушателей и так ее полюбят. И не только в Украине, а в других странах. Конечно, лично для меня каждая песня, она как мой ребенок. И, конечно, я хочу для нее только лучшего будущего. Но, честно говоря, я не ожидал, что мы будем 7 недель в iTunes на первом месте, что мы войдем в топ-100 Шазама мирового на 52-е почетное место. Мы там окажемся. И, в общем-то говоря, это для нас очень хороший такой сюрприз, который помогает, который вдохновляет. И в дальнейшем мы, конечно же, еще большим энтузиастом будем подходить к нашим работам. Ну, меня приколола, конечно, ваша фраза по поводу холодного душа. Для любого бы артиста такой холодный душ, первое место в iTunes, например. Совсем такой холодный душ. Но если говорить о клипе, который снял Алан Бадоев, у вас почти 3 миллиона просмотров уже на него. Есть информация, что вам бесплатно его сняли, как бы в подарок подарили. Как это произошло вообще? Как надо себя проявить, чтобы Алан подошел и сказал, я снимаю, все, работаю за улыбки? Да, на самом деле, Алан позвонил моему креативному продюсеру, Олегу Поднарчуку, с такими словами, что-то вроде, Олег, если это буду не я, то я обижусь. Потому что вот песня мне так впала в душу, и я прямо ее прочувствовал. И вы просто обязаны снимать со мной, не волнуйтесь, вот я сниму это бесплатно. Потому что мне приятно быть у истоков по-настоящему вот какого-то крутого проекта. Вот как-то так он сказал, и это очень приятно, потому что, ну, это опять же такой подарок судьбы для меня. Точно так же, как и первые места в «Айтюнсе». Вот, и следующим подарком был клип от Алана Бадоева, совершенно бесплатно. Огромное спасибо ему, всей команде, за то, что вот они сделали такую прекрасную сюжетную работу. Ну, у нас Алан Бадоев был на интервью, это, конечно, очень талантливый человек, безусловно. Я слежу за тем, что он публикует в Фейсбуке, и в каком-то смысле, как и полагается, талантливому человеку, он действительно вот такой маньяк своего дела, такой совершенно сумасшедший, я бы сказал, человек, который действительно вот выдает. Вот как с ним вообще работалось? Потому что он действительно, видите, обклипил уже огромное количество звезд и российских, и украинских, и бог знает каких еще. И вот тут вам такой вот подарок от Гранда, бесплатно, так вот, на, получи, как это вот было? На самом деле, это был такой для меня день познаний. Он научил, подтянул меня в актерском мастерстве, я и сам, в принципе, вот занимаюсь подобного рода вещами, хожу там на актерское мастерство, курсы, на основу режиссуры, пытаюсь осваивать, вот, сэндвежение, сэндречь, и тут, конечно, встреча с Аланом, он мне подсказывает еще пару интересных фишечек таких, и, ну, ему огромное спасибо, в первую очередь, за его человечность такую, понимаете, необъятную. Он очень хороший, очень хорошая личность, понимающая тебя, и, конечно, местами он бывал строг, но, в общем и целом, атмосфера была очень творческая, и это помогало работать, и, опять же, огромное спасибо. И смешные случаи были на съемках. Никто не падал там, Никита? Да, чуть не утонул я. Ну, в общем, личное начало такое, да. Вот. Но спрятался. Да, было холодно местами. Местами в воде. Местами можно было утонуть, но, в общем и целом, все довольны. Так бесплатный клип же, Никит, ну, понятно, конечно, и холодно, и озеро. Прогрев, да, нормальный этап. Есть информация о том, что начали петь вы где-то примерно в 9-10 лет, и занимались преподавателем по вокалу. Когда я слышу манеру вашего исполнения, она, как бы сказать, я даже не знаю, как это описать, она неровная, а с какими-то постоянными фишечками в голосе. Вот это ваше изнутри, или вас этому научили? Это комбинация. Вас научили, получается, да? Ну, конечно же, вот на занятиях мы обрабатывали с моим педагогом определенные такие фишечки, которые помогают вокалисту выделяться. Но дело в том, что у каждого вокалиста появляется какой-то свой стиль на протяжении какого-то времени. Вот, и некоторые есть такие штуки, которым ты не научишь. То есть некоторые такие вещи ты находишь в себе сам, некоторые вещи, конечно же, открыл во мне мой педагог Костя Пона. Ему огромное спасибо за это. Он действительно научил меня чувствовать, любить песню. И, конечно же, он сыграл очень большую роль и в моей карьере, и в становлении меня как личности. А вы можете вот как-то, ну, объяснить вот человеку, который не умеет петь, вот как изобразить какую-нибудь фишку голосом? Как спеть ровно и как со фишечкой? Вот, вот, ваш вот подход, ну, какой-то, вот вы поете же, вот песня начинается у вас «Пьяное солнце», вот как там модулировать голос? Никита, вы можете спеть и так, и так, маленький отрывок? Да, конечно. Ну, попробуйте. Давайте. Мимо нас, мимо нас пьяное солнце. Вот это тут в конце было «Вибрато». Мастер-класс. А если просто? Да, а если просто? Без вибрато. Без вибрато будет «Солнце». Это мы поняли. Ну да, это мы еще понимаем. Солнце. Солнце. Вот, ты сладкий, хороший ученик. Это я так подпеваю. Так я же звезда караоке, просто. А, кстати, Никита, вы в караоке не ходили? В караоке, кстати, уже появилась песня «Пьяное солнце», я точно видел, да, в списке. Так что нормально. Это приятно. А вы не ходите в караоке? Нет, в караоке не хожу по одной причине. Я когда-то работал там. Вам хватило, да? Да, я уже на вкусу. Только! Да, да, это песня номер один. Ну, то есть у вас в Киеве тоже она номер один, да? Я так понимаю, что это... Номер один, да. Она во всем мире номер один. Это точно. И в Америке, и в Германии, где угодно. Рюмка Лоткина в столе – это главная песня. Это точно. У меня вопрос о будущем. Вот собираетесь ли вы петь на английском языке? Ведь в «Шазами» там вы подвинули и Джастина Тимберлика, и Адели, кого там только не задвигали. А как-то выходить уже на больший рынок. Вот русскоязычный, я так понимаю, весь ваш. А дальше? Я всю жизнь пел на трех языках. На украинском, на русском и на английском. Поэтому это для меня не ново. И, в принципе, если поступит такое предложение... Бринкенсан! Если кто-то посоветует нам спеть какую-то красивую песню, мы найдем человека, который напишет текст, который будет как-то поддерживать мелодию. И с удовольствием исполню. В принципе, я только за такие эксперименты. Ну и, в принципе, это не эксперимент, потому что я знаю язык, пою на нем. И как бы это для меня не новое. Мне очень понравилось это. Я всю жизнь пою на трех языках, сказал 22-летний певец. Так что нормально. У меня вот вопрос теперь, когда уже можно смело говорить о том, что вы стали популярным человеком. Вот изменилась ли ваша жизнь после этого? Я имею в виду с точки зрения свободы. Свободы того, куда пойти, как одеться, как выглядеть. Или, наоборот, не выглядеть. Или куда не ходить. Нужно ли надевать теперь темные очки и кепку на голову, на глаза, чтобы кто не узнал? Охранник, может быть, у вас появился. Девчонки бегают, разрывают на части. Охранника нет. Но местами, конечно, нужно выбирать одежду. Это 100%. И, конечно, жизнь круто повернулась. И можно сказать, что уже появилась даже какая-то звездная болезнь. Хочется выступать только на самых лучших сценах. Хочется, чтобы сзади были такие здоровенные экраны. Чтобы был самый крутой звук. В общем, в целом, круто повернулась жизнь, конечно же. И не могу сказать, что это плохо. Я очень этому рад. Я к этому стремился. Но по поводу звездной болезни, это, конечно же, шутки ради. Все равно со мной рядом мои близкие друзья, моя семья. В общем-то, те люди, которые поддерживали меня. И благодаря которым я могу сейчас делать то, что мне нравится. Потому что, конечно же, мое какое-то воспитание как личности тоже происходило благодаря этим людям. И я очень благодарен им. И я никогда не забуду их вклад в мою жизнь. Но вы понимаете, что «Пьяное солнце» — это реальная планка. Планка, которую вы подняли, в общем, на приличную высоту. И теперь вот нужно следующим синглом и потом последующим синглом держать эту самую планку. Да, все выше и выше. Но и как минимум не опускаться ниже. Да, я понимаю. На самом деле, это тоже для меня не ново. Потому что вот у нас перед этим был такой очень большой успех с моим предыдущим синглом «А я плыву в Украине». И там тоже мне говорили, что вот есть эта планка, которую нужно произойти. Не боюсь ли я упасть лицом в грязь. И, собственно говоря, после этого вышло «Пьяное солнце». И я думаю, что тенденция будет продлеваться. Есть материал, есть очень крутые песни. Руслан Твинт, мой музыкальный продюсер, огромное ему спасибо. Он действительно чувствует меня, знает, как выразить вот мой талант. Как сделать так, чтобы люди полюбили песню. И я думаю, что благодаря этому тандему мы сочним еще не один хит. И все будет круто. Дай бог, чтобы так оно и получилось. Мы, как говорится, мы с вами жаждем новых песен, интересных ремиксов. Ну, новых хитов в Таллине еще, к тому же в мае. Совершенно верно. И хотим сказать вам спасибо за то, что уделили нам время, пообщались с нами. Сегодня то самое утро, когда мы все втроем будем думать, что мы прикоснулись к чему-то прекрасному. И на пороге восходящей новой звезды, огромной просто, мирового масштаба, я верю в вашу силу. Поэтому спасибо за это утро. И будем слушать «Пьяное солнце». Никита Алексеев, сегодня утром шоу запускай. Можете уже вашим эстон-земельским поклонникам передать какие-нибудь слова теплые, поскольку у вас много здесь? С удовольствием. Я, прежде всего, хочу поблагодарить вас за диалог. Большое спасибо. И слушателям хочу передать следующие слова. Друзья, хорошего вам дня, больше улыбок. Думайте о прекрасном. И я уверен, что сегодняшний день у всех пройдет просто невероятность. Правильно. Спасибо вам. Спасибо. Никита Алексеев был на связи с утрим-шоу «Запускай» на Скайраде. И буквально через минуту вы услышите его песню, которая называется «Пьяное солнце».